В морозы сотрудники МЧС усилили профилактику пожаров в частном секторе. Особое внимание уделяется многодетным и неблагополучным семьям. Чаще всего в их домах встречаются такие нарушения, как эксплуатация печей с трещинами, сушка белья и хранение горючих материалов вблизи источника открытого огня, отсутствие или неправильная установка предтопочного листа. Сотрудники Госпожарнадзора рассказывают семьям, как это исправить, чтобы избежать трагических последствий. Кроме того, они проверяют работу пожарных извещателей, которые были установлены ранее. В ходе рейда особое внимание уделяется печному и газовому отоплению, а также исправности электропроводки и электрооборудования. Отметим, что с начала года в регионе уже произошло несколько пожаров с трагическими последствиями. С наступлением рабочих дней в Заурайле участились дистанционные кражи и мошенничество. Только за сутки в полицию обратились 8 человек с банковских счетов, которых было похищено более 650 тысяч рублей. В большинстве случаев незнакомцы представлялись сотрудниками кредитных организаций и звонились номеров 495-499. В связи с этим мы обращаемся к зауральцам с просьбой быть бдительными и не отвечать на звонки, поступающие с незнакомых номеров. Нельзя верить незнакомцам, чтобы они не говорили, надо прервать разговор и лично обратиться в банк. Код от вашей банковской карты и пароль с подтверждением операции не имеет права спрашивать даже сотрудник банка. Наш звездный земляк Юрий Гальцев приехал в Курган и не узнал родного города. На центральной площади он записал видео на фоне главной елки, а она нынче прекрасна как никогда. Над ней обустроили светящийся купол. Дорогие друзья, сколько я себя помню, если насколько помню я себя, вы знаете, такого в Кургане вообще не было. Ни такой елки, ни таких фигур изо льда. И самое главное, жизнерадостный и веселый народ, который справляет Новый год, Рождество и Старый Новый год в Кургане. Я приехал и не узнаю своего города. Кому спасибо? Ну, наверное, всем тем, кто и делает этот праздник. В Курганском перинатальном центре за новогодние каникулы родились 74 малыша. Среди них и первые двойняшки 2021 года. В Рождество на свет появились 8 деток, 7 девочек и 1 мальчик. При выписке праздничных малышей их родителям вручали подарки, неваляшек и памятный магнит. Мамам и папам передавали новорожденных в колпачках санты. Время новогодних елок подходит к концу, но как их правильно выбрасывать? Их не надо пихать в мусорные баки даже по частям или втыкать в ближайший сугроб. Елки относятся к крупногабаритному мусору, поэтому лучше всего оставить их возле контейнеров. Там, где есть бункеры для крупногабаритного мусора, елки можно оставить в них. Деревья вывезут специалисты регионального оператора чистого города. В Кургане на нескольких улицах установили новые дорожные знаки. На пересечении улиц Божова-Энгельса на отчетной стороне установили знак «Главная дорога». По улице Советская у дома номер 107 появился новый знак, запрещающий въезд транспортных средств. Знаки основки автобусов установлены на пересечении Коли-Миготина-Пичугина, Коли-Миготина-Невежина, а также Циолковского-Чернышевского и на Галкинском переезде. На пересечении улицы Мальцево с первым микрорайоном в районе дома номер 33 установлен информационный знак «Парковка». Со стороны восточного подъезда к Кургану появилось 16 новых дорожных знаков «Обгон запрещен». С января 2021 года в России на 3,7% увеличился материнский капитал. Семьи, в которых родился первенец в прошлом году или возникло право на маткапитал ранее, получат 483 881 рубль. Родители двух, трех и более детей, где пополнение произошло в 2020 году, вправе рассчитывать на 639 431 рубль. Если маткапитал ранее был частично использован, то его остатки проиндексируют на 3,7%. В Заурале с тех пор, как ввели маткапитал, его получило 71 тысяча семей. Из них в 2020 году – 5501 семья. В январе 2021 года на 6,3% проиндексировали страховые пенсии россиян. Теперь средний размер пенсии в Курганской области составляет 16 230 рублей. В нашем регионе перерасчет сделали у 215 277 пенсионеров. Почти 200 тысяч – это пенсионеры по старости, чуть более 6 тысяч – по инвалидности и около 10 тысяч – по потере кормильца. В ПФР отмечают, что у каждого прибавка в результате индексации индивидуальна. Она зависит от того, каков был размер получаемой пенсии. В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме. А можно ворвать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды. 45-летний житель села Чистоозерье пошел на преступление, чтобы выплатить долги. Он незаконно срубил семь берез и теперь может получить за это семь лет тюрьмы. Ущерб от противоправного деяния оценивается в 180 тысяч рублей. Мужчина задолжал деньги своему знакомому и часть срубленных деревьев отдал ему в счет долга. Тот продал их односельчанке, но незаконно заготовленный лес у нее изъяли оперативники. Лесоруб ранее уже имел проблемы с законом, в том числе из-за подобных деяний и может получить по полной. С января 2021 года отменяется мораторий на поверку счетчиков воды. Это значит, что все пользователи, у которых в 2020 году пришел срок сделать поверку, должны заняться этим как можно скорее. В противном случае заводу начислят круглые суммы, предупреждает в Водном союзе. Напомним, мораторий был введен правительством Российской Федерации в апреле прошлого года, чтобы снизить риски распространения коронавируса. При решении вопросов поверки жители просят не терять бдительности, чтобы не стать жертвами мошенников. Доверять поверку можно лишь аккредитованным организациям. Проверить данные о компаниях можно в специальном реестре на сайте fsa.gov.ru. В Кургане у главной сцены в ЦПКО появился отряд снеговиков. Их создателями стали преподаватели детской художественной школы имени Илюшина. Планировалось, что педагоги слепят снеговиков вместе с ребятами, но помешали сильные морозы. Над созданием фигур трудились только взрослые. Теперь 20 снеговичков украшают территорию парка. Они будут радовать горожан и гостей города до весны. В Кургане с набережной между Кировским пляжем и Дамбо исчезли разноцветные фигуры животных. Они были установлены буквально в декабре 2020 года. Жители предположили, что новые арт-объекты могли испортить вандалы. Однако в администрации города заверили с фигурами. Все в порядке. Их убрали для сохранности, поскольку ремонтные работы на набережной еще не закончены. Весной после их полного завершения арт-объекты вернут и закрепят на брусчатке. В Кургане продлевается действие прошлогодних купон-талонов на проезд. Они будут действительно до 15 апреля 2021 года. Речь идет о талонах номер один для пенсионеров с сроками действия с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 30 декабря 2020 года. Ими можно воспользоваться только для пожилых людей, снимут ограничения. Также будут действительны талоны для школьников номер два с 1 января по 30 мая и с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. С января 2021 года соцзащита сделает пересчет детских пособий. Так, размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей составит 11 147 рублей. Размер пособия на ребенка в 2021 году составит 302 рубля 59 копеек, для одиноких мам – 606 рублей 30 копеек. Дети военнослужащих по призыву и разыскиваемых родителей будут получать 454 рубля 45 копеек. Выплаты на первенцев и детей от 3 до 7 лет при обращении в 2021 году индексироваться уже не будут. Они сразу пойдут в новом размере. На первого ребенка – 11 027 рублей, на детей от 3 до 7 лет – 5 513 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»